Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Slimline Pro с артикулом AN32-660. Что входит в комплектации? В комплектации входит сопроводительная документация, масло, щёточка, а также 4 насадки 1.53610, сам док-станция, которая машинку заряжает, и сама машинка. Так, что можно про машинку сказать? У машинки ножевой блок из углеродной стали, Т-образный нож, высота среза составляет 0,3 мм, ширина ножа составляет 30 мм, роторный двигатель 5700 оборотов в минуту, аккумулятор без химической памяты, 8 часов он заряжается, 60 минут он работает. Вес составляет 141 грамм, длина шнура составляет 2 метра, корпус прорезинной ставки, хотя я здесь не чувствую, что он прорезинный, просто широховатая поверхность пластмасса, корпус антиударный, если вы его ронили, машинка может сохраниться, ничего не могу сказать, не ронял машинку. Так, эргономичный, да, действительно, машинка эргономичная, мне нравится, как он в руке лежит, компактный, маленький, мне это нравится. Ещё немаловажный фактор то, что с сопроводителем документации написано, что вы изначально, когда вы машину купили, машинку купили, 12 часов надо зарядить, а потом уже, как я вам говорил, 8 часов заряжать и 60 минут работай. Так, минусы, что можно сказать, минусы? Минусы заключаются, первое, то, что насчёт насадок. Когда вы насадку одеваете, за один час, где захлопывается вот эта часть, где-то 30 раз, когда вы откройте и закройте, он будет слизан, и сам насадка будет уже выпадать. Это one. Насчёт док-станции. Кстати, на шут док-станции у неё есть индикатор зарядки. Забыл, кстати, упомянуть. Насчёт машинки, что мне не нравится? Нелегко-сённый ножевой блок, это для меня огромный минус, потому что, если я хочу быстренько почистить, смазать машинку, мне придётся отвертку взять, разобрать и собрать её обратно. Для меня это минус, например, огромный. Некомбинированная машинка, если вы чувствуете, что не хватает зарядки, вы хотите зарядить, например, вы должны поставить на доке, зарядить его, а потом уже обратно начать работу. Или подровнять бороду, или окантовочку сделать, или что-то вроде этого. Кнопочка. Он чуть-чуть расфлёванный, например. Мне он не нравится, что он не твёрдо включить и выключить. Там есть небольшой такой лёг. Вроде всё, а так же что ещё? Мне нравится, кстати, на что-то эргономичное, вот у Антиса проблем нет, на что-то эргономичное с его, они хорошо лежат в бурге. Если какие-то вопросы будут дополнительные, вы можете перейти по ссылке, я ссылку укажу внизу. Всем спасибо, жду от вас сообщений или комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok